Парламент Очень такой проект, который предлагается нам профсоюзам, убивающий все, особенно развитие профсоюзного движения в Казахстане. Вообще не обсуждалось ни никаких профсоюзов. Хоть и министр труда заявляет, что конфедерация труда Казахстана и конфедерация свободных профсоюзов Казахстана принимали участие в разработке данного законопроекта, мы не принимали участие. Авторы законопроекта о профсоюзной деятельности приняли варварскую концепцию, которая уничтожает фундаментальные права профсоюзов. Они фактически лишаются свободы самостоятельно разрабатывать свои уставы, самим определять структуру и права вступления в организацию. Вместо прогресса и новизны новый закон сулит феодальную зависимость, сопоставимую с крепостным правом, и по факту обслуживает интересы создаваемой профсоюзной монополии. Проект, который будет, на этом ваша самостоятельность может закончиться. Вы обязаны будете в определенный срок и себе в устав нести, чтобы будете являться членской организацией какого-либо отраслевого профсоюза. То есть, когда мы говорим о свободе, мы имеем право, как говорится в Конвенции 87, свободно создавать и вступать. А здесь и нет свободы. Когда нам говорят, у вас есть выбор между несколькими, а если мы куда-то не хотим вступать. Представители Конфедерации свободных профсоюзов Казахстана считают, что необходимо бить тревогу и не дать парламенту возможность принять кощунственный закон. Ведь иначе половина ныне существующих организаций попросту не пройдут перерегистрацию. Групные промышленные профсоюзы, они сказали следующее, а если это повлекет перерегистрацию? И вот они говорят о том, что более 50% назад не вступят. Новый закон имеют массу подводных камней, неприятных неожиданностей и сюрпризов. Например, провинившиеся работодатели не будут подвергаться уголовной ответственности. А значит, и творить смогут, что захотят. Благодаря подобному законопроекту казахстанцы станут откровенными рабами. Как только говоришь про забастовку или митинг, наша власть становится невменяемой. Ну просто это ужас какой-то. А это же и прописано и в нашей Конституции, мы имеем право. Это же прописано и в нашем Трудовом кодексе. И мы приняли этот закон о забастовках и всевозможных акциях. Но, к сожалению, вот со словом забастовка у нас прям какой-то стопок. Надежда на то, что спорный законопроект будет отозван из парламента, еще теплится. Иначе в Казахстане останется единственная государственная организация – Федерация профсоюзов республики, в которой будут лишь отраслевые профсоюзы. Все же независимые объявят вне закона.